Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня мы приехали отдохнуть в Сочи парк, отель Сочи парк в городе Сочи. Это Олимпийский Сочи. Вдалеке, вот видно, не так далеко, метров может быть 300-400, замок Богатырь и аттракционы. Заехали со стороны светофора через первую вахту и получается вот эта надпись «Сочи парк» – это 10-й корпус. Здесь в рецепшн есть оформление и вот 9-й корпус. Нам в 9-й корпус, так как у нас ваучер электронный. Сейчас пойдем, оформимся и уже будем расселяться. Сниму, покажу номер, также потом пройдусь по территории, покажу территорию, какая, что на ней есть. И больше всего понравилась картина. На горах еще снег лежит. Погода у нас замечательная сейчас, плюс 26 градусов. Идем, идем отдыхать. Здесь много народу, территория ухоженная. Здорово! Уже не понравилась вот эта очередь на заселение, как в Советском Союзе. Бассейн возле 7-го, 6-го корпуса. Получается, только-только пускают в эксплуатацию, полняют его водой. Ну и территория ухоженная. Дети бегают. Маленьких совсем детей не будешь отпускать. А такие дети постарше здесь самостоятельно могут гулять. Здесь охрана на вахте стоит. Бдительный досмотр автомобилей, вплоть до того, что на наличие всяких подвязанных, ненужных деталей под автомобилем, зеркалом проверяют. Понятно, при желании все могут провести, чего захочешь. Ну и на это внимание здесь уделяют чуть побольше, чем где-либо. И еще понравилось на ограждении, на заборе, на воротах. Снизу сетка подвязана мелкая. Кошки, собаки. Кошки-то залезут, конечно, а собаки, грызуны другие не попадут на территорию. Я показал, видно. Получается 300 рублей. Возле корпуса сутки стоят 500 рублей. Гостевая парковка возле первой вахты. Так что и с парковкой здесь проблем тоже нет. Взяли мы на 2 дня, 2 дня, 3, то есть 2 ночи, 3 дня отдохнуть. Все включено. Завтракаем, обедом и ужином. Сходим, поедим. Посмотрю, что там предлагают. Но с расселением, конечно, не все понравилось. на территории искусственные пруды сделаны. Детские площадки небольшие. Вот еще один бассейн, второй. Это 4-й, 5-й. Он уже наполнен, дети купаются. Вода, конечно, холодная на данный момент, но дети купаются. Лежаки поставили, люди загорают уже. Напротив 4-го корпуса кафе Малина. Можно зайти попить чай. Здесь же сразу бар номер 17. Напитки, гриль, коньянная на любой вкус. Зайду, посмотрю вовнутрь, что там есть. Сейчас не работает. Он моет. Со второй стороны сказали заходить. Заходить не буду. Пойду дальше прогуляюсь. Тоже детская площадка. На улице третьего корпуса. Также бассейн между вторым и третьим корпусом. здесь скрытая площадка. Шатер стоит. По центральной аллее четыре кафе. Четыре кафе Малина номер 17. Кафе Бамбук. И вот дальше сейчас посмотрим, что там за кафе. А, в кафе Galaxy. Где-то можно попить, покурить кальян. Здесь шашлык, хинкали, плов. Сочный узбекский настоящий. Здесь же сразу кухня готовят на улице. Здесь получается сытные, вкусные, горячие роллы, суши, напитки. Ну, даже фаспут азиатский. И дальше по этой аллее Брудершафт, по-моему, ресторан основной. Да, это основной ресторан. Слева ресторан Граф Орлов. А справа Вильбасилика тоже ресторан. Сейчас посмотрим, какой корпус нас заселит и где мы будем, в каком ресторане питаться. Здесь распределено. На территории вон есть аптека. 24 часа работает. это большой плюс копилочку. Про кошек горилла, кошка бегает. ночной бар припаркован на 21 Волга. Сейчас подойдем, посмотрим ее. Да, с литьем, конечно, переборщили. Стив не выдержали. бутики есть. вон есть. Там отдых и курорт вон есть. Здесь же прокат велосипедов есть. Здесь же лекарь циклы. Можно взять тоже на прокат. Еще один бассейн возле первого корпуса. Кстати, первый корпус он как по мне так более удобен. И ближе к морю выход сразу там вахта есть. И на аттракционы рядышком. Тир есть. Детские развлечения в фейме и рыбку. Баня на дровах есть. Ветерок, правда, будет маленько мешать звук, но пока ничего сделать не могу. Поэтому будет немножко с ветром. На американских горках каретки гоняют. Народ визжит. Рыжаки зонтики приготовить и будут выставлять. Все это можно арендовать. Вот прайс-лист. детский батут. Здесь жил за каждой вахтой такси стоят. взять, притом такси официально. посмотрим, как будет получаться. Сходим в парк аттракционов. вот такая территория отеля. Теперь остается только попасть в номер и сниму номер. Как он изнутри, что в нем есть, как с обслуживающим персоналом. Все это расскажу. Идем ждем заселения и заселяемся. Вернее ждем. Стоим в очереди на заселение и заселяемся. Даже здесь написано меню доставки в вашем номере. Можно заказать из любого кафе, из любого ресторана. Блюда доставят в номер. зеленые слоны. Чернадцатая площадка. И здесь есть универсам в одиннадцатом корпусе. Всего на территории получается двенадцать корпусов. Вот он универсам. Закрытая территория. Теннисные корты. Получается четыре сетки вижу теннисных. Четыре поля. Здесь можно баскетбол, мини-футбол поиграть. Вот этот бассейн он по-моему самый большой. Да нет, они одинаковые. Они примерно все одинаковые. Что-то сбился с счету то ли четыре, то ли пять бассейнов на территории, именно в которых можно покупаться и на которых можно позагорать. Повторюсь, вода холодная, я не знаю, как люди купаются. Заселили нас в третий корпус 624 номер. Ура! Вид получается вовнутрь, ни наружу, ни на дорогу. это приятно. Целая куча вешалок, телевизор, два стула, чайник, кружечки, холодильник, телефон, сейфа нет. полотенчики, душевая маленькая, унитаз, но в принципе чистенько, чистенько, это радует. фен, сушилка электрическая, да и вид, вид прямо на посине. вот теперь сверху можно посмотреть где что находится. Это вот центральная аллея, где рестораны, бары, кафе. припарковались прямо возле корпуса. Вечером вышли здесь развлечения для детей. Дети танцуют, дети пляшут, дети веселятся. Сходили поужинали на двух этажах и еще на улице. шведский стол, у нас все включено, поэтому поесть есть что, выбрать есть что, больших изысков нет, но голодным никто не останется. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что есть на море. Вот вам сейчас буквально 5 секунд подумать, нужно прямо от себя, от чистого сердца, всем любым любимым. Питание у нас все включено, но любой желающий может дополнительно зайти, оплатить 300 рублей за вход и поужинать. Опять же, неограниченно все включено. Я желаю всем набраться позитива, солнечного настроения. Пошли прогуляться на море, это красиво светится богатырь, также красиво подсвечен Сириус, отдельно потом побываю и в том, и в том, постараюсь тоже выложить видео. Купол это стадион Фишт, народу много гуляет, подошли и узнали, я там оставлял прайс-лист на велосипеды. Велосипед стоит 100 рублей в час, велобайк, который, скажем так, скоростной велосипед стоит 150 рублей в час, а электрический байк стоит 500 рублей в час. также можно взять рикшу, самому управлять, но нужны права 600 рублей в час. И можно кататься и на море скататься. Вот такая рикша. Вот она стоит 600 рублей в час, если самим взять. первый раз вижу трактор ровняет берег штормом все здесь размолотило и вот он в порядок приводит берег каменный на набережную набережная далеко светится так красиво и в другую сторону также это вот Сириус с другой стороны народ гуляет народ катается на велосипедах на самокатах подошли к богатырю богатык подсвечен завтра придем на аттракционы снимем аттракционы при дневном свете как все здесь красиво как все оформлено благоустраивает из из года в год делает все красивее добавляют новое есть где отдохнуть есть куда сходить это вход в Сочи парк схема традиционов жабьи раздолье ладно увидим все это завтра при дневном свете вот вот вышел с территории отеля сразу же мы здесь хорошо видим развлекательный парк в ту сторону у нас море засирился переходим дорогу доходим до того круглого строящегося объекта не знаю что это такое и мимо его проходим там стоят бутики стоят бутики есть насчитал три столовых и два ресторана это только до пляжа цены тоже невысокие доступные можно спокойненько ходить питаться на территории у нас все есть на территории от отеля до пляжа 10 минут не спеша если поторопиться там меньше 5 минут находится недалеко пляж каменный вода прохладная пока народу не так много но уже есть подровняют сейчас после штормов сделают берег более доступным каменистый пляж но тем не менее из-за этого чистая вода народ отдыхает народ приезжает народу много для этого времени уже народу немного для этого времени только только открытие сезона начинается есть есть где покушать цены пока невысокие также предлагают экскурсии прямо на выходе из отеля на любой вкус отдых можно выбрать прошелся посмотрел вчера считал сбился на территории 5 бассейнов также 4 детских площадки площадки довольно-таки хорошие детям физические упражнения на развитие физических данных площадки в основном качельки горки есть детская комната есть детские развлекательные там получается аниматор занимается с детьми за доплату правда два магазина на территории это в пятом корпусе продуктовый магазин и в одиннадцатом корпусе супермаркет цены нормальные можно в принципе все прикупить супермаркет он круглосуточный народ заезжает выезжает гуляет купается загорает отлично отлично проводит время территория большая ухоженная и что понравилось еще чистота чистота в корпусах чистота на улице чистота в других помещениях везде все чисто можно заказать номер блюда здесь с доставкой расписание работы баров которые у нас на центральной аллее в каждом номере есть информационная папка вот такая здесь все рассказано об отеле что в отеле есть где находится как позвонить куда пройти где сейф поэтому вся информация вот в этой папке в каждом номере он здесь протяженность пляжа 380 метров площадь пляжа 19 тысяч квадратных метров ширина пляжа средний перепад высоты 1,2 метра на пляже так что бегать никуда не надо можно в номере все прочитать и на русском и на английском языке схема расположения объекта где что находится и краткая информация такую карту дают всем на рецепшн куда мы приезжали отсюда мы и отъезжаем идем сдавать номер два дня наших пролетели быстро сначала пока привыкаешь одно видение на ситуацию а когда уже привык уже другое все замечательно все отлично даже то что пришлось подождать час на оформление все это пустяки народу очень много и есть нюанс с питанием приходится толкаться в очереди но опять же это тоже пустяки можно и не брать питание здесь ходить питаться вокруг есть где там сделать можно но по цене выгоднее взять все-таки с питанием пытался зайти и снять спортзал небольшой спортзал платный разовое посещение стоит 300 рублей ну каждый раз там кто-то занимался меньше трех человек не занимались поэтому снимать я с людьми уже не снимал так же как и не снимал кафе внутри тоже неудобно людей людей очень много все трапезничают есть два магазина в это в 11-м корпусе супермаркет и в 5-м корпусе тоже продуктовый магазин все основное что нужно все продается в магазинах поэтому на территории есть все можно даже не выходить есть развлекательное мероприятие утром зарядки для детей для взрослых все зависит от того кто как хочет проводить время номера замечательные в номерах чистота всегда на любой вопрос дают ответ такого нет чтобы игнорировали вокруг красота и погода погода замечательная температура днем доходила до 30 градусов на этом все желаю всем приятного время время препровождения и отдыха в Сочи парк это того стоит сезон правда цены здесь дороговаты на этом все всего вам доброго